Политически очень важно. Любое послабление, любая попытка навстречу негражданам, правящие позиции считают как проявлением слабости. Это значит идти на уступки. А у них такая политика. Мы выступаем за Латвию, Латвия для латышей и никаких уступок. Хотите равных прав, натурализуйте. Никаких равных прав у вас не может быть в этой стране. Ну хорошо, а по процедурному вопросу, учитывая, что решение Европейского суда есть, оно озвучено, то Латвия не должна его выполнять? Вот есть у нас такой печальный опыт, что Латвия может и не выполнять. Она обязана выполнять, но, к сожалению, Андреева уже умерла. А дело там, где оно есть. Просто Латвия не выполняет. Есть рекомендации ООН. Соответственно, если истец умер, то можно это все дело списать? Нет. Есть определенные процедуры, как Латвия должна выполнять. Все это есть процедура контроля. Я вам говорю как факт. Латвия обязана выполнять. Но прошло уже достаточно много времени с момента победы. Но ВОЗ и поныне там. Латвия не выполняет. Находится куча объективных, субъективных причин. Ну хорошо, должны же быть какие-то инструменты воздействия на Латвию. Если она обязана выполнять, на нее можно надавить соответственно. Суд по правам человека огромная бюрократическая машина. Неразворотливая и неповоротливая. Суд шел более 10 лет. Все вот эти гомотины. Поэтому Латвия надежда может быть как у этого проказника, что может быть само рассосется. Вот это постоянные отписки, перекладывание этой больной проблемы на будущее. Для будущих поколений и будущих правительств. Каждое правительство перекидывает этот мячик, горячую картошку, дальше. Вот моя зона ответственности кончилась. Вот Годманис перекинул, сейчас Добровский. Добровский перекинет следующему господину Иксу. Ну хорошо, это лишь вопрос времени или это дело можно замылить окончательно? Вот как вы считаете? Я надеюсь, что это вопрос времени. Потому что решение суда было однозначным. Это раз. Потому что Владимир Бузаев и Латвийский комитет по правам человека просто не сидят на месте и не ждут, пока решится. Поддано дополнительно уже такие же подобные иски Европейский суд. И эти иски будут решаться уже по аналогичному решению. У нас есть аналогичное решение, то есть они будут проходить быстрее. То есть прецедент создан. Прецедент создан. И тогда иск за иском заставит Латвию пошевелиться. Не может быть. Мы заставим их. Мы заставим это решить. Выполнить эту процедуру. Но это не будет ни сегодня и ни завтра. Это пройдет какое-то время. Хорошо, давайте вернемся к сбору подписей за права неграждан. Вот некоторые эксперты указывают на то, что не надо давать негражданам автоматическое гражданство. Необходимо добиться, возможно, на европейском уровне, чтобы негражданам разрешили участвовать в выборах самоуправления. Для начала. Вот как вы считаете? Может быть действительно это некий компромиссный вариант? Я, во-первых, хотел бы сказать, что это не эксперты о политике. Некоторые эксперты тоже на это указывают, кстати. Это и политологи озвучивают постоянно. Ну, мне жаль этих политологов, потому что не знают основ. Верховный закон Латвии Конституция. В Конституции записано. Избирают местные самоуправления граждане Латвии и граждане Европейского Союза. Поменять Конституцию гораздо сложнее, чем поменять закон. Мы сейчас меняем закон о гражданстве. И согласно нашим поправкам, с 1 января 2014 года все неграждане получают автоматически гражданство. За исключением тех, кто до 1 ноября 2013 года напишет письменный отказ. Это проще, чем поменять Конституцию. Поменять Конституцию мы уже убедили, что поменять должно проголосовать больше половины избирателей. Это же вопрос можно решать не с помощью референтов, а с помощью парламента, если договориться с правящими партиями. Но 2,3,7 не проголосуют за изменение Конституции. То есть это исключено? Это исключено. Плюс, говорят, давайте обращаться к европейским институциям. Вопросы языка, гражданство, образование. Это та маленькая компетенция, которая оставлена Латвией. Все остальное, все основные вещи, как бюджет, оборона, самое главное, те признаки независимого государства, отданы полностью под контроль внешний, европейский и НАТО. Вот то, что нам разрешили порулить, это гражданство, образование и язык. То есть такой урезанный суверенитет. Да, и поэтому вот этот суверенитет, уж Латвия его защищает как может. И Европа согласна. Вы, главное, бюджет держите в рамках и деньги выделяйте на оборону. А что у вас там творится внутри с гражданскими правами, это ваше внутреннее дело, как суверенного государства. Поэтому, в лучшем случае, что может быть? Рекомендация. Но мы знаем, как поступает латвийское правительство с рекомендациями. Рекомендация, она то и есть рекомендация. Что-то она рекомендует, а не обязывает. Могу выполнять, могу не выполнять. Многие эксперты указывали на то, что языковой референдум в какой-то степени был утопией. Потому что собрать необходимое число голосов было невозможно. Вот разве есть какие-то отличия у вашего референдума, если он, конечно, состоится от языкового? В этом и разница. Еще раз повторяю. Языковой референдум, это референдум по изменению Конституции Латвии. Чтобы изменить Конституцию на референдуме, должны проголосовать за изменение. Больше половины избирателей. Это примерно 770 тысяч. Чтобы изменить закон, что мы сейчас претендуем, там два этапа. Во-первых, чтобы референдум состоялся, должны прийти половины избирателей, пришедших на последние парламентские выборы. Это 459 тысяч. И чтобы выиграть, надо набрать половину от этой половины. 230 тысяч. Конечно, это все условно. Но у нас есть хотя бы окно возможностей, в которое мы можем войти. Вот эта условность, что при условии, при соблюдении определенных условий, мы можем выиграть. То есть есть теоретическая вероятность. Вот за референдум, за русский язык, никакой теоретической вероятности не было. О том, что можно было выиграть. Ни при каком раскладе невозможно набрать 770 тысяч за. Здесь у нас есть расклад. Плюс у нас есть исторический опыт положительный. Это пресловутые окна натурализации. 98-й год референдум, при том я хочу подчеркнуть, референдум совпал с выборами 7-го Сейма. То есть явка была гарантированная. И на этом референдуме с небольшим перевесом получилось отменить эти окна натурализации, отстоять их. И в том числе благодаря латышским голосам. Поэтому мы надеемся на латышские голоса тоже. Без латышских голосов на третьем этапе мы не победим. А вы верите в то, что латыши сейчас поддержат ваш референдум, учитывая то этическое обострение, которое мы наблюдаем в последнее время? Сейчас общество поляризовано и голосует уже исключительно по этническому признаку. Эта поляризация очень выгодна. Выгодно тем представителям партии, которые остаются с двух сторон. Выгодно единству. И сейчас на будущие парламентские выборы хотят создать этот монолит, как бы латышский, на Вригу, чтобы у избирателей не было выбора. Но как бы там ни было, вот это разделение, оно существует. Мы хотим его разрушить. Вот каким образом? Мы хотим, потому что и многие понимают, что должна быть какая-то третья сила. Не может быть постоянно это противостояние. Благодаря этому противостоянию и происходит все, что у нас в этой стране ненормально. То есть вы сейчас претендуете на статус вот этой третьей силы? Мы претендуем как таковые. Мы не являемся ни организацией, ни чем. Мы просто как движение. На что у нас надежда? Предположим, мы сейчас смотрели историю. В 1991 году, когда депутаты голосовали 15 октября 1991 года за этот закон, примечательный фактор, что Дайни Сырнс, если помните, с 1988 по 1990 год он был председателем Народного фронта. Он проголосовал против, воздержался против этого закона. И тогда он сказал, что я не могу голосовать, если я в 1990 году призывал на баррикады на русском, на латышском. Я призывал людей построить нашу независимую Латвию, демократичную, демократическую, где будут равные права и у русских латышей. И сейчас голосовать и разделять – это против моих принципов. Я думаю, таких людей достаточно много среди латышей, которые понимают, что это разделение было искусственное. Но, тем не менее, хочу вернуться к вашей идее стать некой третьей силой. Все-таки в основе организации за равные права большинство бывших членов запчел или действующих членов запчел. У этой политической силы существует определенная репутация в стане латышского электората. То есть вас считают радикалами, ну, будем справедливы и будем откровенны. Вот каким образом вы собираетесь переломить это отношение к себе и вообще к политике в целом? Главная наша политическая цель – это выиграть эфирену. И мы, как партия, специально удалились, поставили вперед движение за равные права. Партия, если вы видите, нигде не фигурирует. Но лица-то остались. Мы даже не поставили, не создали организацию, чтобы нас никто не обвинял. Нет у нас ни лидеров в движении, нету начальников. Все это свободный, открытый проект. Мы считаем, третья сила, я неправильно выразился, что это не мы третья сила. Когда поменяется закон, когда появится 300 тысяч новых граждан, вот тогда и появится новая третья сила. Это невозможно будет получить власть в стране, в городе, не беря во внимание одну из общин. Невозможно будет. А появится ли третья сила, учитывая, что голоса, потенциальные голоса неграждан, скорее всего, уйдут к уже существующим партиям, к тому же центру согласия, который они поддерживают, на всех случаях мораль. К сожалению, это КПСС своего вида. Потому что русские сейчас поставили на такое положение. Нравится центр согласия, не нравится центр согласия. Какие бы его минусы не были, но мы должны за них голосовать, потому что они наши. Также хотят сделать единство. Нравится единство, не нравится единство, но мы за него голосуем, потому что он наш латышский. Вот это наш русский, это наш латышский. И вот это разделение четкое. Когда появится 700 тысяч, но 300 тысяч новых граждан, я оговорился, то разделение пропадет. И невозможно будет, опираясь только на латышей и проводя только национальную политику, латышская Латвия, прийти к власти в стране и в Риге. Поэтому придется предложить что-то новое. Вот это и будут перемены. Наш главный лозунг – измени страну, подпишись за равные права. Вот это и есть главный лозунг. Вот это и есть третья сила. Ну хорошо, вы говорите, что пропадет какой-то там вот то, что будут русские голоса, ну условно русские голоса влиять на политическую ситуацию. Но с другой стороны, хорошо, да, латышские партии, возможно, потеряют. А что вам дает основание предполагать, что появятся какие-то альтернативные силы, за которые эти русские голоса будут отдавать вот эти потенциальные граждане? Например, они пойдут за центр согласия, проголосуют, как вы говорите, за КПСС и все. Возможно, и не надо ничего. Есть примеры жизни, где города с довольно большим процентным отношением русских, и там, вот просто, например, Венспиус, Ленберг, за него голосуют и русские латыши, потому что он проводит не национальную политику, он проводит, он как хозяйственник, и позиционирует себя как хозяйственник. Но это феномен конкретного лидера. А вы посмотрите, много городков, городов, где вот эти конкретные лидеры, просто они не светятся, не вылезают в большую политику. Они вот эти переизбираются уже много лет подряд. Лепа-СС, в Екапилсе, вот даже в моем родном городе, Олайне. Мэр переизбирается, и за него голосуют и русские латыши. И переизбираются, почему? Ну, потому что, да, вот он там город привел в порядок. То есть, на муниципальных выборах не существует такой этнической проблемы, которая существует на парламенте. Да, я хочу это сказать, что она может быть существовать, если политик, который в городе руководит городом, ставит национальные проблемы вперед. Но это будет кратковременно. Это вот один созыв, и все ты потерял. Если ты хочешь строить свою политическую карьеру и остаться на долгие времена, ты должен опираться совсем на другое. На благополучие граждан, жителей своего города. То же самое в стране. Ты хочешь оставаться в стране долго и управлять страной, значит, свою политику государственную должен строить на благополучие жителей страны. Но это красивые, идеальные слова. У нас они не работают, к сожалению или к счастью, уж не знаю. Тем не менее, у нас эксплуатируется тема национальности, она очень эффективна. И вряд ли политики в драм-мумии трезвую память от нее откажутся, если она позволяет заработать. 18 февраля была идеальная репетиция для выборов местного управления. Вот Рига. Можно посмотреть, как в Риге проголосовали. И там было четкое электоральное разделение русских и латышей. И вот это электоральное разделение, оно единство показало. Что бы мы единство, что бы мы не сделали. Но если мы сможем сделать один общий латышский кулак, то вот это будет своего рода КПСС. И поставить латышского избирателя в такое положение. Нравится мне единство или не нравится. Но я не могу проголосовать за чужих, за врагов. То есть будет или свой, или чужой. Черное или белое. Вот это и есть. Вот это возможность остаться у власти. Ничего не меняя. Просто сделать второго оппонента своего врагом. Вот в этом вся и проблема. Не надо никакие проблемы решать экономику. Ничего не надо решать. Надо просто создать образ врага и убрать альтернативу для своего избирателя. Ну это известная истина. Вопрос лишь в том, готов ли общество к тому, что будет некая центристская сила, которая сможет его объединить. Есть ли такой запрос у людей? Поменяется вся ситуация. Электоральная раскладка поменяется полностью. Поменяется состав избирателей. Вот и все. Не надо говорить, давайте готовить общество. Просто поменяется состав избирателей. Просто появится новых 300 тысяч граждан. Вот этого достаточно, чтобы все поменять и все перевернуть. Только новых 300 тысяч граждан, которые будут первый раз голосовать. И за их голоса будут бороться все партии. Вне зависимости от того. Вне зависимости, да. И кто не сможет поменяться, тот умрет. Но умрет, я имею в виду, в политическом смысле. Давайте затронем еще один аспект всей этой истории. Сбора подписей за гражданство. 9 мая у памятника вы собирались проводить сбор подписей. Но, как свидетельство из информации, средства массовой информации, уж простите за тавтологию, вам этого не позволили. Что там произошло? Ну, во-первых, я бы хотел сказать. Некоторые политики, политиканы говорят, 9 мая это не политический праздник. Смешно выглядит, когда сами политики об этом говорят, которые организовывают. 9 мая это политический праздник. Это победа над фашизмом. Победа над войной. Война это тоже политика, только жаркая, горячая политика. Без войны сдали и Чехию, и Австрию. Без войны. Без применения оружия. Только под угрозой применения оружия. Благодаря Красной Армии. Благодаря тем ветеранам, которые отвоевали, победили, мы сейчас можем жить спокойно и говорить на родном языке. И русские могут на родном языке говорить, и латыши могут на родном языке говорить. Это была политика. Были определенные политические цели у Гитлера, у фашистской армии. Эти цели не были достигнуты. Сейчас мы, вот их потомки, ответственны перед ветеранами. Спустя 50 лет у ветеранов отобрали все леготы, отобрали права. Многие были вынуждены принять гражданство России. Это тоже политика. И сейчас говорить, что давайте без политики, мы призывали и хотели распространить не какую-то рекламу какой-то конкретной политической партии. Мы хотели призвать граждан Латвии подписаться за равные права, в том числе за права тех же ветеранов, чтобы они получали пособие, чтобы им помогало государство. Шла большая реклама по телевизору. Давайте поможем ветеранам. Это вот что, латик раз в год пожертвовать. Им не помогает государство. А мы хотим, чтобы государство помогало. Чтобы им государство помогало, нужно изменить страну. Нужно дать гражданство 300 тысячам граждан. В общем-то, доводы организаторов 9 мая, празднования 9 мая у памятника освободителей тоже можно понять. Они не хотели, чтобы какая-то организация проводила откровенно политическую акцию. Потому что, в общем-то, это не скрывают и организаторы. Они рассчитывают, что в конце концов и латыши станут более терпимы и уважительно относиться к этому святому для всех, во всяком случае, русских людей празднику. Вы не согласны с этой точки зрения? Я не согласен. Вот тут лучше бы отпугнуло, если бы они увидели, что там за ней граждан собирают или еще что-то. А национальных и национально озабоченных людей отпугивает сам праздник 9 мая. 9 мая, как я уже говорил, мы считаем, это политический праздник. И нельзя 9 мая превращать просто в праздник, когда пришли, положили цветы, выпили, поздравили ветерана. Почему? Потому что это постепенно может превратиться в вторую лигу. Когда люди должны понимать и не должны забывать, фашизм не должен повториться. Не должно повториться то, что было. И это политика. Фашизм пришел к власти демократическим путем. И сейчас появление фашизма, как такового во всей Европе, видно, возрождается. И возрождается он везде. Говорят, Латвия для латышей, Россия для русских, Норвегия для норвежцев. Этого нельзя забывать, это не должно повториться. И говорить, давайте просто поздравим, давайте просто выпьем 100 грамм фронтовых, подарим цветы и послушаем концерт. Это просто вымарывание всей сути праздника 9 мая. Хорошо, а каким вы его видите? Мы должны напоминать людям и должны молодежь знать, что это было и почему это произошло. И наша акция как раз шла в тему, потому что мы выступаем за равные права, равные возможности для всех людей. Идеология фашизма, Германия для немцев, Германия превыше всего. Идеология фашизма сейчас, когда есть некоторые русские граждане, которые говорят, Латвия для латышей, Россия для русских. Госпожа Екатериничев это сказала. Это тоже идеология фашизма. Циалист по этикету протоколу, я напомню. Это идеология фашизма. Мы их против этого. Латвия это наш общий дом, и это напоминать надо всем. И нормального человека это не может каким-то образом возмутить и сказать, да нет, мы только вот... Это нормальная логика, и это нормальная акция. Сотни тысяч пришло на этот праздник. Тысячи людей взяли свой паспорт с собой, вместе с собой на этот праздник по нашему призыву. И, к сожалению, они не смогли ни подписаться у нотариуса. К сожалению, наших активистов с площади 9 мая частная охрана выдавила. Мы раздавали по периметру. Ну, раздали около 15 тысяч листовок, и вот благодаря этому 10-11 числа пришли, люди подписались, и мы получили тысячу подписей. И на этой неделе, я надеюсь, тоже придут и подпишутся. Я уже напоминаю, на этой неделе, вторник, среда, четверг, с 2 до 7, надзирного 102А, можно будет совершенно бесплатно подписаться. Ну что ж, на этой позитивной, хочется верить, ноте мы сегодня и закончим нашу программу. Спасибо, Андрей, что пришли. Всего доброго и до свидания. До свидания. Вы смотрели «Вопрос с пристрастием». Напомним, что у нас в гостях был один из лидеров движения «За равные права» Андрей Толмачев. Смотрите нас на телеканале «Просто ТВ», слушайте на «Радио Болтком», а также присоединяйтесь к нашему профилю в социальной сети Facebook. Ну а я с вами прощу.